Меня зовут Тарья Хейкинин, мне 18 лет, я руководитель оппозиционно-общественно-политического движения «Маяк» и тиктоп-блогер. Вот, собственно говоря, расскажи, что из себя представляет «Маяк». То есть, когда он появился, какие цели преследуют, каких людей ты стараешься, условно говоря, объединить, и всё вот в этом духе. «Маяк» появился 12 июня прошлого года, то есть нам ещё пока даже года нет. Нет, отличительная черта нашего движения – это то, что мы к себе принимаем всех вне зависимости от идеологии, ну, за исключением запрещенных идеологий у нас в стране, но в основном у нас нет какой-то идеологической подоплёки. Ну, единственное, главное, конечно, разделять демократические постулаты и наши программные тезисы. В программные тезисы входят как пункты касательно сменяемости нынешней власти, так и пункты консолидации оппозиционных сил. Мы тоже считаем, что это очень важно. Вот в последнее время, соответственно, «Маяк» стал одним из, условно, лидеров антивоенного движения. Как так произошло, и все ли участники движения поддерживают эту направленность объединения вокруг этой цели? Ну, произошло это непосредственно 24 февраля, то есть мы до 24-го вели кампанию против Кадырова, и вообще-то были уверены, что ничего не начнётся. То есть я человек, я была именно тем человеком, который всем убеждал, что «Да ладно, такого быть не может». Вот мне за это, кстати, сейчас очень стыдно, но тем не менее. Поэтому у нас не было, конечно, таких планов, но жизнь как-то нас заставила всем этим заниматься. Были ли те люди, которые не поддержали такую позицию? Да. Ну, с учетом того, что у нас очень все-таки разные ребята в движении, было несколько человек, которые были вынуждены покинуть движение, как раз из-за того, что они не согласны с основной повесткой. То есть ваше движение, в принципе, объединяет, условно, в нём могут попасться какие-нибудь националисты, и много ли людей, в принципе, в движении, и тех, кто не разделил эту позицию? В движении у нас сейчас больше 50 человек, не только из Петербурга. Мы до этого открывали набор приёмов. Не очень он у нас как-то хорошо прошёл, мы решили его закрыть, как и набор, в принципе, ну, по понятным причинам. По процентному соотношению, наверное, сейчас не скажу, сколько у нас либералов, сколько националистов и так далее, но, в принципе, в принципе, плеурализм такой внутренний у нас как бы поддерживается. Соответственно, касаемо преследований участников движения, можешь ли ты дать какую-то статистику по тому, как, ну, помимо себя, к которому ещё вернёмся, статистику по тому, насколько человек оказался в давлении и какого она была характера? И когда это началось? То есть с компанией Кадырева, условно говоря, или вот именно с антивоенных протестов? С антивоенных протестов. У нас двое человек задержаны под административной статьей, им назначен был штраф, и вот трое проходят по уголовным делам разным, включая меня трое. По административным статьям за организацию или как участники? Как участники. Рядовые участники, да? Ну, ты, в принципе, связываешь это давление именно с тем, что у них состоит движение «Маяк». Нет, я не думаю. Нет? То есть просто попались? Да, да, да. Понятно. Теперь конкретно про тебя. Тебя сделали подозреваемые по уголовному делу о терроризме телефонном. Почему так бредово? Я не знаю. Изначально, когда я прочитала протокол, я подумала, что они просто перепутали, потому что, получается, с пятого числа у нас был обыск, а четвертого Путин подписал вот этот указ о новых уголовных статьях о фейках. И там они очень похожи. То есть статья, по которой я прохожу, она 207-я часть 2-я, а о фейках это тоже 207-я, но там точка 3, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому сначала я подумала, что просто что-то какое-то очень странное совпадение. Почему так бредово, блин, да хрен его знает. Если раньше они хоть как-то там пытались связать это с реальностью, то сейчас они просто, ну, они могли бы такой же системе вообще рандомно человек на улице выцепить и увезти в ВВС. Но ведь, по сути, так и получилось, потому что люди, которые в списках, по крайней мере, тех, которых мы знаем, они же друг между другом, некоторые совершенно не связанные, даже не знакомы. Да, да. Но всех при этом как организованную группировку. Интересно, странно. Да. И, собственно, следующий вопрос. Кто насрал под дверь? Я не знаю, честно. Причем, я не знаю. Прям совсем. Потому что в моих данных не было каких-то слитых базах данных, типа там Янекс недавно сливал. Мой адрес был только у родителей и у ментов, непосредственно, которые проводили обыск. Так что я думаю, что это все-таки заказуха. Ну, то есть, что просто какой-то вот организации заплатили деньги за то, чтобы они разным активистам по Питеру насрали по двери. Не думаю, что это какие-нибудь пригожницы, условно говоря. Может быть. Может быть, это они. С этой хренью очень странная штука получилась, потому что оно было вот так. И когда мы сняли, обнаружили, что вот еще есть ждимый рядом. И то ли дефицит бумаги, то ли это какая-то, типа, прям скрытая угроза. Я не знаю. Вот. Если бы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И вот с этим тоже интересная история. Нет, не с этим. Ну, короче, здесь где-то вот в этом хламе есть бумажка. Мы знаем, что ты сделала. Вот. Проблема в том, что я не знаю, что я сделала. Поэтому хотелось бы какой-то конкретики в следующий раз. Если есть такая функция, вот. Напишите, пожалуйста, поподробнее. Потому что я не особо разбираюсь. Но, в принципе, с какой-нибудь вот такой вот листовочкой, типа, там, нацизм непростим, можно прямо сейчас в пикет вставать, я считаю. Довольно-таки оппозиционный лозунг. Еще, наверное, такой вопрос. Расцениваешь ли ты, вот, ну, тут написаны довольно-таки прямые угрозы на тему «жди мы рядом» и того, что они что-то знают. Расцениваешь ли ты это как прямой угрозой тебе? И думаешь ли ты, что кто-то может с тобой сделать, ну, физически, не только с твоей дверью? Ну, скорее, да, чем нет. Я думаю, что и зеленка, это, в принципе, была отсылка. Типа, потому что у нас очень многих оппозиционеров зеленка обливают. Так что я думаю, что это был такой, типа, намек своеобразный. Вот. Так что, ну, я думаю, что да, это можно расценивать как угрозу. Но, опять же, меня, как бы, не особо это впечатлило. Ну, после, особенно, привет от Рамзана, как бы, учитесь, учитесь из образов, как надо угрожать. Но там тоже не особо страшно было. Поэтому. Ну, не страшно ли тебе, в принципе, вот, вся эта ситуация? Это вообще пофиг, на самом деле. Я не знаю, чего здесь просто можно испугаться. Ну, то есть, сам факт того, что они знают, где я живу, ну, да, конечно, немножко неприятно. Но я не думаю, что они будут дальше там как-то заходить дальше. Потому что, если это действительно, если материя верна, и это люди, которым заплатили за это, они не будут дальше заниматься какой-то фигней. Ну, то есть, максимум, что они могут сделать, это еще раз говно наложить под дверью. Но с этим мы уже, как бы, знаем, как бороться. Вот. Ну, как бы, я не знаю, знают ли они, что это даже не я это говно выношу. Это, как бы, уборщики этим занимаются. То есть, для меня вообще ноль последствий всего этого было. Ну, кроме того, что дверь надо будет отмывать. Это уже будет, какой, третий заход, наверное, потому как мы будем пытаться это все оттереть. То есть, это да. Но в остальном, нет, я не знаю, чего здесь можно испугаться. На этой дверной ручке было что-то странное. Что это было? Мы не знаем, что это было. Сначала была версия, что это смола, которой они заливали замки. Потом, мы так поняли, что это не особо похоже на смолу. И, скорее всего, это было что-то органическое. В общем, я не знаю, что это было. Реагировали ли как-нибудь соседи на это? Да, я с ними благодаря этому познакомилась. Они даже во время обыска так не реагировали, как во время. Ну, конечно, им не очень приятно, видимо, когда куча говна лежит. Это же очень сильно все воняло. То есть, мы же обнаружили это через, ну, я не знаю, я думаю, что через часов в пять поступок это произошло. И даже не мы это обнаружили. То есть, как раз соседи выносили мусор, почувствовали какой-то запах, спустились к охране. И только вот, когда я говорила, что в звонок, постучали. В общем, это охрана была, скорее всего. Потому что они пришли на запах сюда. Именно поэтому я познакомилась с этими соседями. Они не особо, конечно, рады тому, что здесь происходит, но ничего. Взгляды поддерживают? Ну, я не могу сказать, что поддерживают. Ну, они просто в шоке. Типа, понятно, что неважно поддерживать им ее взгляд или нет. Но с того, что как 18-летние девушки насрали по дверь, конечно, это не дает никаких плюсов тем, кто это сделал. В любом случае. Их позиции тем более. Их борьба. Просто ты была не единственная, к кому приходили. Но, кажется, только к тебе пришли дважды. Как ты думаешь, почему? Ну, наверное, потому что, как я понимаю, к девушке, которая проходила, которая работала в штабе Фатьяновой, она отказалась писать заявление. Так же, как и с Максимом Потемкиным, если я не ошибаюсь. Возможно, я чего-то не знаю. Мне кажется, что именно поэтому. Потому что я очень так грубо высказалась после произошедшего. Сказала, что руки в жопу засуну. И заявление написала. Может быть, с этим связано. С тем, что я просто отказалась это принимать как должное. Что лежит говно под дверью и хрен с ним. Но не знаю, конечно, как это на самом деле. Почему они решили второй раз прийти. Понятно. Собственно, в связи со всем, что происходит в стране. И что происходит непосредственно с тобой. Собираешься ли ты покидать Россию? Есть ли такие мысли в принципе? Планы? Нет. Вот прям совсем. Ты даже за горло уверена в том, что остаешься именно в России? Да. Ну, по крайней мере, понятно, что моя позиция может измениться. Но пока что я вообще не представляю такие обстоятельства, при которых я бы задумалась реально об иммиграции. Может, есть какая-то критическая точка, которая тебя подведет к вопросу эмиграции? Может, это может быть связано с твоими родными, близкими? Или с реальной угрозой уголовного дела, а не просто запугиванием? Может, что-то такое? Ну, критическая точка какая-то, наверное, есть. Просто я пока о ней не догадываюсь. Может быть, она действительно есть. А как думаешь, почему люди сейчас так повально начали уезжать? Ну, это нормальная реакция совершенно. То есть я не осуждаю людей, которые сейчас уезжают. Это выбор каждого. И понятно, почему они уезжают, собственно. Конечно, когда такая дичь происходит абсолютно и с активистами, и, в принципе, в стране, ну, конечно, это совершенно здоровая реакция любого человека. То есть как можно дальше уехать от источника такого стресса. Поэтому все логично. Нет ли у тебя какого-то осуждения к этим людям? Нет. Это абсолютно прекрасно. Прекрасно. И, собственно, я хотела вернуться немножко к уголовному делу. Не посоветительный вопрос, но ладно. Что у тебя изъяли, как проходил обыск, как проходили твои двое суток в ВВС, допросы и все остальное связано с уголовным делом? Обыск прошел, получается, 5 марта в 9 часов утра. Нам выбивали дверь, но не выбили, потому что я прочитала памятку в ДНФ и решила, что не очень хочется мне новую дверь ставить. Изъяли у нас два телефона, то есть мой, мой, он думал, с человеком. Два ноутбука, один из которых я на самом деле не учитываю обычно, когда мы сборы открывали, очень много было вопросов по поводу того, что как бы изъяли два, но собираем на один. Вот сразу отвечаю, что просто второй не работал практически, поэтому я не особо его считаю. Компьютер и флешки, какие-то там листочки с записями, то есть по мелочи еще. А может, какая-то агитация была? Нет, агитации не было. То есть там просто какие-то там тетрадки, в которых я чиркала, что-нибудь, то есть вот такие вещи. Потом меня повезли задерживать в Красносельские РВД и допрос произошел только, получается, на следующий день, просто как у меня доставили в ВВС, то есть 6 числа. Хотя изначально, по тем данным, которые у меня были, допрос вообще не планировалось проводить. То есть как-то, короче, все было очень так, судорожно. Что было на допросе? Оказывалось ли у тебя какое-то давление? Нет. Помимо того, что это, в принципе, на себе давление? Да. Ну, единственное, из такого относительно трэша, который происходил, на меня не оказывалось давление вообще практически. То есть прям совсем. Мне очень повезло в этом плане, что у меня были какие-то, ну, более-менее здравые следователи и опера. Вот единственное, из того, что произошло, это мне передали привет от Кадырова, собровцы. А потом... А как это было? Ну, они просто зашли, и пока я сидела в шоке с того, что происходит, они такие, привет тебе от Рамзана. Я такая, ладно, хорошо. Вот. И единственное, что еще было, это ВВС, как я понимаю, это распространенная история, заставляли там раздеваться. Это, да, стандартная процедура, вот, но она, конечно, тоже незаконная, и это тоже такой акт давления, ну, как мне кажется. А так, на допросе нет, не давили, в общем-то. Скажи, кто ты? Меня зовут Никитин Данил Александрович, я член движения «Маяк». Я также присутствовал при обыске. Вот, и человек Даши? Да, парень Даши. Когда нам ломали дверь, Даша открыла дверь в последний момент, ее, скажем так, попросили просто отойти к стене. Со мной пришли чуть-чуть более агрессивно. Ну, они меня не положили в пол, я как бы, я начал сам ловиться в пол, я знал, что ничего хорошего сейчас не будет. Они уже, когда начали, все-таки, типа, лежать головой в пол, встали на меня ногой, начали кричать, почему я не открывал. Я сказал, что, ну, я гостей не ждал. Они потом, я не помню, что мне сказали, как наорали на меня за это. Потом они меня посадили на кровать, начали спрашивать, типа, служил ли я вообще, там, чем я занимаюсь, где работаю. Я сказал, что, типа, ну, там, чем я занимаюсь, мне это не служило. Они такие, ну, ясно, в принципе, по тебе и видно. Потом, вообще, Моновцев было три, как я помню, было два именно вот человека, которые были в форуме и как бы по его операции занимались. А третий снимал на телефон. И вот именно третий передавал привет от Рамзана Кадырова. Ну, говорят, что там их было два, ну, возможно, я что-то путаю. Ну, и когда вот человек, который снимал, он навел на меня камеру и начал спрашивать, есть ли какие-то претензии. Я сказал, что мне не нравится, что по мне протоптались. Один замок сцел у меня за волосы и сказал, типа, сейчас, можно, дословно вспомню, типа, тебе что, что не нравится, сейчас пошли выйдем, типа, поговорим, типа, я тебе пизделей дам. У меня второй раз спросили, что-то не нравится. Я сказал, типа, ну, как бы, да, я все сказал, типа, вот, мои претензии ранее уже были озвучены. После этого ОМОНовцы ушли, ОМОНовцы, СОБРАСС, ушли и передали привет от Рамзана Кадырова. Они прям с оружием не сходили, да? Нет, голыми руками, голыми руками. Да, кстати, у нас не состыковочковая информация, сколько было там СОБРАСС в итоге, мы так и не поняли, сколько их там было, сферили стирать, то ли двое, то ли трое. Потому что я помню двух человек в форме и третьего с телефоном, на третьем может и не СОБРАСС, как бы, я не знаю. Он был в маске, а вот остальные двое в касках, как написано СОБР. Ну и, собственно, финальный вопрос, это про твое личное отношение к войне. И как ты думаешь, что станет с Россией? Есть ли у нас какое-то светлое будущее? Предвидится ли что-либо, в принципе? Можно материться? Ну, это пиздец, типа, светлое будущее, конечно, обязательно настанет. Ну, то есть я все-таки не хочу вдаваться какой-то, там, пессимизм и говорить, что все, типа, можно произойти для того, чтобы светлое будущее наступило. Блин, есть огромное количество вариантов. Я не хочу быть сейчас доктором Стрэнджем и предсказывать вообще все, что может произойти, но действительно есть огромное количество раскладов, при которых светлое будущее нам гарантировано, в принципе. Оно нам, я считаю, что нам гарантировано в любом случае. Вопрос во времени. То есть, конечно, то, что сейчас произошло, то, что произошло 24 февраля, нас очень сильно отбросило в прошлое. То есть, как протестное движение, потому что сейчас, ну, типа, все сидят, а те, кто не сидят, мучаются с говном под дверью. Так и, в принципе, там, экономическое будущее России и так далее. То есть, есть очень много факторов, которые на это все повлияли, и которые, из-за которых мы оказались в той жопе, в которой оказались. Вот, но я думаю, что выход из этой жопы, он все-таки должен быть. Ну, как бы, по-любому. Какой, это вопрос. Какой ценой? Какой ценой, да. Ну, как ты думаешь, у меня какая-то ценой? Я не знаю, честно, я не знаю, что... Сири сядут ради светлого будущего, может, боитесь? Ну, это, конечно, маловероятно, что это как-то поможет. Очень не хотелось бы, чтобы все ради светлого будущего сели. Но, опять же, вариантов может быть миллион, потому как это сейчас все... Ну, то есть, в любой день мы можем проснуться, увидеть какого-нибудь там черного лебедя, который плывет к нам на встречу, и попытаться этим воспользоваться. Не хочу, конечно, не нравятся мне такие предположения, что это кто-то сделает за нас и так далее. Типа, что вот нам не придется прикладывать для этого никаких усилий. Ну, придется, и, скорее всего, усилий очень много.